да и сериал интересно похоже дела по станции совсем плохи в этом месте на грузовик приедет значит да не снотворное вредно да и у меня нет пивка могу выпить конечно вот может обратно выдать что я буду всю ночь также сидеть только при этом еще по дату немного будет да если пиво пить на такие все как ленте может она всех перебьет вроде сбоку потом пойдут там ну да вероятнее всего да и какой какой пиво я уже энергетический напиток выпил блять пригорел вредно короче такое делать мешать птиц птиц это они где-то вот оттуда по-моему побегут пистолет скилл шот мы были короче нормально оружие взял хватит они вообще стараюсь как бы медикаментами не пользоваться с этими обезболивающими снотворными болеть очень 5 нервов мне точно пригодится вот в этой игре трофей практически сюжетный где 50 человек на доме из и до после 3 бруталов пивом не обойдешься что-нибудь покрепче надо будет а а ну по чуть-чуть получается куда она денется не такое проходили а 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 Да, это надо лимитированное издание было брать какое-то. В единичном экземпляре, которое продавалось. Как Science Row за миллион баксов, типа такого. Что ж так патрон мало. Может кто-то Хлоя всех перебьет. Что ж так патроны. Что ж так патроны. один час наедине с бета-тестером ну да сколько можно эти черные они еще не дохнут ужас был ну что первая часть тоже блять 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 что в первой части тоже было лучше это то что в голову было проще попасть какие-то они непонятные втянули голову как будет очень редко попадаю получилось но не у меня а головами дергает и такого не виду наверное смешно выглядели дайлас пас как бы пробежал один раз сказал потом пройду на уровне сложности посложнее в итоге так и не играл больше а и и и и и и долгий ящик а ну да да ноги ящик игр ну вот некоторые игры вытаскиваются оттуда у меня там есть в ниндии гайдане там тысячедневная платина или в это еще игре там mortal kombat и коллекция тоже там тысячи двадцать дней но ниндии гайдан вроде рекорд там 1300 что ли тип того надо смотреть в общем очень долгое такое чувство как будто они бесконечные бесконечные 2500 дней что-то вообще нереальное сколько там лет 7 надо свою первую игру на добить там до 10000 дней каких-нибудь мякилзон я по-моему все кроме одного мультиплеерного трофея выбрал там то есть оставить только оффлайн и потом как-нибудь когда мне будет лет 30 добить смотреть сколько дней ушло по-любому какой-нибудь один ебишь там сидит и убьет меня такая скучная играет это лзон 3 но а а а а а а а а а ой блин и второй bioshock там а также на 3 еще мультиплеер был поэтому не очень приятно я ремастеринг убивал но не себе там довольно все просто был там мультиплеер и не был перекину вообще второй bioshock самый слабый плане сюжет на геймплей может лучше первому сюжет вообще отсутствует но я вот херни лучше вообще не садится самоубийство вот тоже за привычку взять чтобы мультиплеерные сразу убивать не всегда получается только солдатом маню намер снарился так не поиграл на тоже древние конечно сколько солдат он нанял а 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 ну чё сидим Давай показывай, где он там. Стреляй туда. Чуть-чуть. 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 Ну и где он? Бам! Блядь, ну конечно он меня убьет. Ну естественно, блядь. Конечно. Крыса, блядь. Блядь, блядь, это игра реальная. Проверка нервов на прочность. Это даже если бы я с одного выстрела всех убивал, все равно это был бы гемор. Блядь, блядь. По-духожу. Солдатом на него. Продолжение следует... 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 а нет ни жирный чаю жирного грубым да кстати тупое место я в нем на нем долг даже на прошлой сложности вот жирный дрейк который нашел все сокровища burger king первая часть он менее жирный был здесь это совсем разнесло его хорошо у него голос здесь тоже изменил круто из-за него будем играть что они делают но хотела да надо раньше оставить я в любом случае еще за него проходить один раз рандом такой рандом спасибо блять разработчики я вот большой пан что они делают дай ему на диету нам куда бы спрятаться здесь что они делают плохо дело он даже ни разу с тренером что они делают много бегать придется да и живи дрейк ну мы почти на месте кончик сюда быстро да и вот он какой из двух поли надо все обойму вышмолить чтобы пробить этот слой жира смешно пошли да и а и и да и ракетница маловероятно что пробьет ну да в людях и такой мутант есть пузырь раскачка на будет место спрегу он не сдается ложись вот так боятся вот так понятно вот так понятно вот так понятно Продолжение следует... 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 А искал бы он, в общем, рецепт, блядь, этой, ну, корочки, курицы KFC, все специи собирал. Да нет, гранат вроде. Или есть. Нет, нет, гранат. Красивая сальца. Странный реликвия. Странный реликвия, это салат был бы для него. Странный реликвия, это салат был бы для него. Вообще красавчик, так помог. Еще кто-то? Да это что, в Сайон Хилле там, короче, есть костюм, ты как такой, как Север Мун вроде выглядишь. И умеешь стрелять лазерами из глаз. Что-то такое. Все, путь свободен. Круто оружие здесь штакается, мне нравится. Попробуем еще раз. Не, только два раза. Наверное. Ну да. Уже девять. Джойстик разрежу. 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 Ночью играл вот в это дерьмо. Может играли на планшетах Малефисценты, вот это типа того, только по холодному сердцу. Столько рандома, я ни в одной игре не видел. Ужасно сложный урон. Ну, из-за рандома. Типа фри-то-плейная игра. Он как бы намекает на сложность. А то он проголодался. Надо торопиться. Ну да, ну, я как бы в покер параллельно играл, поэтому, ну, в Uncharted не поиграть или во что-нибудь сюжетом, поэтому вот в такие игры играю. Либо на видео, во что-нибудь. О, ну, так уже больше похоже. Ты что, думаешь, они пора? Не может быть. Посмотрите. Это тот самый храм. Вот это и правда, очень похоже на калючин там. Ход спрятан где-то здесь. Где-то я его видел. Секунду, хочу рассмотреть поближе. Можно будет. Короче, после того, как Uncharted все доделаю, ну, не в третий начать играть, а, допустим, там, в Орден 1886 я хотел пройти, или Безумного Макса. Можно так будет. Короче, как настроение будет. Ну, связано с мечами. Просто не хочу откладывать Uncharted 3 в долгий ящик, потому что, ну, я и так это два раза сделал. Ну, Друган еще. А я не знаю, ну, я мало поиграл в него. Но она такая, как бы, однотипная, мне кажется. То есть там, просто по этим бесконечным пустыням едешь на тачке и такие квесты посредственные делаешь. Ну, я буквально час поиграл в него. Ну, ты Везумчик. Я на дисках-то там не так много игр. Ну, вот Mad Max и Орден того, что не играл. Ну, ладно, племя, ты поражена. Ну, на трехе много, но там трех еще у друга и что-то не знаю, сколько. Хорошо зайду сейчас игры стройки. Хотя их там много. Вот Splinter House хочу перепройти. Devil May Cry три части. Что-то еще там было. Какие-то трилогии, в общем, старые. Там Splinter Cell, Tomb Raider. Вот такие игры там. Хотелось бы пройти. Принц Персию, три части. Что это? Это не просто кинжал. Это ключ. Ну, посмотрим что... На скачку, блин, забыл. Да, девушка звонит. Алло. Алло. Нет. Да. А что ты хочешь? Магарин, зайчик? Дома есть леда. Леда. Ну, да. Ну, по дороге завтра возьмем. Ну, смотри, там должно быть. Ну, давай, пока не делай. Ну, давай, пока не делай. Ну, вообще, ребят, подождите. Через полминуты подойду. Надо полезать. Поехали. 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 Продолжение следует... Да, на трёхе много игр очень стоящих, которые не играли даже. Прыгай, водичка, что надо. Ты хочешь взглянуть на мою мокрую футболку? Что здесь надо сделать-то? О, я вспомнил. Страшно как-то, скажи... Такая рукавля здоровая. Застрянет сейчас в этом треугольном отверстии. Трёхе ещё в приоритете из-за того, что, наверное, там мультиплеерные трофеи есть в каких-то играх. Да, мы вперёд. Ну, как скажешь. Хорошо, что у меня нет клаустрофобии. А, под футболочкой его спрятан. Знаешь, романтичное здесь местечко. Ладно, а где же цветы и конфеты? Да, конфеты, букеты не про тебя. Часто он про конфеты сказал с таким акцентом. Акцентом. Пожалуй, придётся спрыгнуть. Ладно, иду. Тут невысоко. Пожалуй, я недооценил высоту. Дерево какое-то. И верно. Внизу открывается. Ладно. А, скорее бы, Друганда играл уже в свою Diablo для сезона и поиграть на что-нибудь в Хлопе тоже хотелось бы. Ну, там Borderlands, может быть, там, Magica 2. Чё-то, ничего не вспоминаю больше. Там, шестой резик. Вроде как. Получилось. Пора уносить ноги. Вся жизнь пролетела перед глазами. Ну, Друган, ты его не знаешь. В общем, мы с ним часто играем. У четвёрки. Когда он не задротит Diablo. Да, Payday прикольно было поиграть. Ну, она больше на четвёрых, наверное, и у меня не куплены. Так, вроде, мы на месте. Эй, выглядит очень знакомо. Да, похоже на кинжал. Дайн Клайд тоже самое, вот. Ага. Хотел поиграть, но нифига. Да. Надо правильно отразить эти лучи. Да, он в Diablo на компе играет. Бунт и Ник. Он там в эти сезоны задрачивается. Соло, да, лучше на Дайн Клайд? Плохо оптимизировано. Наверное. Есть, осталось два. Похоже, мне придётся туда залезть. Опять вот, перевод офигенный. Думаешь, придётся залезть на эту штуку? Похоже, мне придётся туда залезть. А внизу это казалось хорошей идеей. А ещё на четвёрке, я помню, раздавали это. Зомби. Тоже надо бы пройти. А ещё на четвёрке, я помню, раздавали это. Причём я её купил, а через два месяца её раздали на халяву. Да ну, это забавный скин. Здесь вроде таких больше смешных-то и нету. Скелеты всякие, блин. Мэты не нужны. А это чё, просто дрейк? Да, у нас хвален тоже. Не знаю, насколько хорошая игра, но тоже надо поиграть. За жирного ещё поиграем. Ещё всю игру перепроходить на спидран. Здесь тоже отражатели. Хлоя! Да. Поправь другой отражатель. Сейчас. Молодец. И что теперь? Погоди. Уже совсем близко. Нормально, он старый там. Холодно ему всегда. Готово. Кажется, это лезвие открыло другой путь. У тебя. Есть. Ну, прыгает как молодой мальчик. Ладно. Ещё один клинок. Ах. Я. Рэй. Я. Я. Вниз не смотреть, не смотреть. Осталось поправить другой отражатель. Уже иду. Так чётко навёл. Какой стример. Ну, кстати, насчёт скримеров. У меня ещё этот... Иву Визин и Outlast тоже не пройдены. А, ну да, там напряжённый момент. Ты хочешь сказать секрет Шамбалы? Ну так, довольно живенько, в принципе. Уже десятая глава. Ну, я на лоуборде катаюсь. Ну, летом, зимой как бы, в парке закрытым. Не хочу кататься, довольно тупо. Какой Визин. А, Визин явил Визин, блядь, понял. Бизец ключит. Я думаю про это. Про средство для глаз. Ну да, прикольная игра. Она как старый резик сделал, как первые три. Да, куда я спасался тут? Мишка в ногу. Да, скорее для раста, блядь, какого-нибудь. Что оружие так себе. Древняя, как этот Салли. Думаю себе на лето гироскутер взять. Ой, блядь, как он называется? Гироскутер, блядь. Да, ну короче, это херня с двумя колёсами и моторчиком. Не уверен, как называется. Такая... Параллельно твоим ногам идёт, в общем, планка. По-моему, гироскутер. Ну, по парку кататься, как бы, с девушкой там. Я на скейте. Да не, ну какой дорогой он. 1017, наверное, стоит. Есть там и такие, типа, где руками держаться, но это... Реально дорого и... Большой очень. Блядь, так и знал, что ещё кто-то живой. Где он? Фу, повезло. Не, нервы все мне, помню, мидбой, блядь, окончательно уничтожил. Теперь такие играми я ни по чём. Вот это реально был ад на земле, блядь. Там, типа, надо было 20 уровней, ну, по очереди все пройти, не умирая. Трофей такие. И там последние уровни очень сложно проходить. Ну, если играли в мидбой, знаете. Мидбой, супер мидбой. Игра такая. Взяла меч под выстрелы, не подставила. Ну, его раздали бесплатно, я прошёл как бы сначала. Чё-то там долго ни у кого платины не было на стратег. И... Как-то вот две недели только в него играл. Ну, это реально вот вызов, блядь, человеческую. Человеческую, блядь. Мозгу такое играть. Реакции и так далее. Ещё есть Dust Force, но я в него не играл. И пока чё-то не хочется. После мидбоя вообще в платформе не хочется играть. Пока что. Не, там рандома очень мало. Там только скилл. Говорят, то, что там есть такие моменты, где, типа, ты прыгнуть не можешь. Но я чё-то не встречал. У меня всё окей было с этим. Акробатный. Да, давай, Ром, счастливо. Что-то сейчас пойду уже. Да, я читал про то, что прыжок не срабатывает. Ну, я не встречал такого. У меня всё окей не было. Ну, или просто привык. Такой фичи игры. В общем. С прыжками всё, порядок был. С нервами только там. Вот, беда. Когда проходишь, там, уровни 15 подряд, не умирая. Потом уже нервы у некоторых сдают. У меня тоже. Нервничать начинаешь и ошибаешься. Зачем ты ж кричишь? Ты же выдал себя. По времени не ограничено. Ну, там, как бы, одна смерть и заново. Или ты имеешь в виду, сколько у меня ушло на 20 уровней? Ну, не знаю. Там сложные уровни есть. Есть более простые. Вот сложные самые я с них начинал. На них где-то, там, день-два уходит. Чтобы всё запомнить и не ошибаться вообще. Самое сложное, там, ближе к неделе, наверное, даже проходил. Но я точно не помню. Но на всё про всё две недели у меня ушло. В общем, всё реально, но перепроходить её я не буду. Слишком геморрно. В общем, количество времени там только. Как от навыка зависит. Можно там и за 10 часов уложиться на платине. Можно даже быстрее. По-разному. По-разному. Вот, самый сложный уровень я проходил, там, день-два. Самые последние уровни почти недели. Вроде так было. Ой, как красиво убил. В прыжке, блядь, куда-то за спину стрелял. Дебильное оружие я, конечно, оставил себе. Другого нет. Ну, что, всего. Ну, всего у меня написано на стратег, что я за 14 дней платину взял. Успешный... А, я понял. Ты имеешь в виду вот эти 20 уровней. Ну, где-то минут, ну, не знаю, 15-20. Вот так. Просто я не понял, если ты это имеешь в виду. Там уровни короткие, там, секунд по 30 идет. Но умереть там очень легко. Ну, блядь. Когда ты проходишь на туровне 15, до этого такое редко происходит. Очень легко запрыгнуть. Из-за нервов. Да, ну, в удуме просто еще, как бы, ритм не такой игры. Сложность сбалансированная. А здесь... Ну, в принципе, тоже, когда туру не забрачил, но... Ошибиться проще немного. Это самое отстойное оружие себе оставил. Ну, 15 минут это, как бы, прохождение. Сколько ты потратишь времени, чтобы пройти вот эти 15 минут? Вопрос. Возможно, намного больше, чем 6 часов. Ну, сложно посчитать, в общем. Все, патронов нету. Все нормально с ним. Он и так констан и... Хуже не станет. Да, это точно. Там действительно некого. Да, и в той игре винить некого. Ну, что-то, мне кажется, они не убьют его. Как же бы... Как я так оружие взял? Может, если выйти продолжить, другое оружие дадут. Потому что с этим оружием проходить, это просто катастрофа. Да, в Макс Пейне действительно есть такая тема. Враги могут не зареспауниться, и игра может зависнуть. У меня такое было, что там пасос умирал как-то вообще тупо, блядь. Пасос, ебаный. Просто там 8 глава на кладбище. Я убиваю мужика, пуля летит сквозь него и убивает пасоса там. Через все кладбище, и он дохнет. Просто там чуваку в очко пролетела пуля. В Макс Пейне, ну, с оглядкой назад, конечно, кажется просто. Но тогда мне так не казалось. Очень помогает, если ты посмотришь.